Подружки, привет! Как сегодня ваши дела? Ниндзя сегодня на ранней миссии. Мы вот с этими двумя отправляемся к педиатру. У нас очередной плановый осмотр. Нам нужно получить кучу справок, допуск к бассейну, сдать анализы. Ну, короче, очень много всего. Ну и плюс к всему, конечно же, мне нужно задать немало вопросов касательно развития малыша, что там к двум годам должно-не должно происходить и так далее, и так далее. И, конечно, еще из новостей. Вот оно что. Если вы, подружки, сомневались в способности матери самой себя развлечь, я вам скажу, бабы, не сомневайтесь более, потому что мать та еще тамада. Я, в общем, вчера решила отрезать себе все пальцы. Все не получилось, один отрезала. Ну, почти что. Приехал домой муж, сказал швы наносить. Я сказала, что ж ты у меня хирург-то пристал со своими швами. Ну, и, короче, дело такое. Сейчас мать вот так вот выглядит. Обидно, потому что просто как бы все сейчас наполовинку, сами понимаете, полтела как бы окей, полтела страдает. И плюс ко всему на этой неделе у Рэма день рождения, ну, и как бы, знаете, не хотелось вот этот celebration в бинте, а нужно было, чтобы все выглядели прям на все сто у нас. И что у нас там, фотосессия дня рождения. В общем, снимаю большой выпуск. Короче, праздник, все дела. И мать вот такая подбитый летчик. Ну, да ладно. В общем, мы и побежали на парковку, потому что, как обычно, с ребенком все вовремя. Буду вам позже докладывать, как наши дела у педиатра, ну и в целом. Сегодня что-нибудь с вами поделаем. Пис. Кстати, отрезанный палец – это вот средний. Эх. Так, мы едем. Котенок, скажи подругам привет. Скажи привет! Привет. Окей, ладно. В общем, подруге, рассказываю, как случилась моя феерия. Короче, как вы уже поняли, что я решила, что жизнь моя, она... скучна и неинтересна. И вчера, что же у нас было? Мы с подружками, моими их малышами, решили поехать по магазинам. После дня у нас на малышей. И, в общем, я уже вижу, что мелкие там что-то шевелятся в кроватке, и надо приготовить обед. Ну, и, в общем, решила ему порезать салат. И взяла самый большой японский нож в нашей кухне. Взяла авокадо. Ну, и решила насквозь его профигачить этим ножом. Естественно, я пыталась достать косточку, когда ты просто втыкаешь нож в косточку, и она извлекается легче из авокадо. Специального ножа у матери нет. Ну, и, в общем, нож прошел насквозь косточки авокадо и прошел между этими двумя пальцами. Кровища было дофига. В общем, феерия это было покруче, чем развлечение аниматоров турецких отелей. Ну, короче. И я позвонила мужу, говорю, муж, едь домой. Вроде тут что-то у меня не то. Я, по-моему, сильно порезала палец. Муж приехал, говорит, ну да. Мать, молодец. Сколько там было у меня? Сантиметр больше? Ну, в общем, сантиметр. Ну, так, нормально. Слава богу, что не задела никакие нервы, и палец шевелится, все нормально. Я сказала, шить не буду. Я, в общем, сами понимаете, адское ссыкло. Ничего, что я рожала, и планирую еще раз это сделать. Но это уже как бы совсем другая история. Я мечта любого хирурга. Ну, и, конечно же, я боюсь не только уколов, швов и прочего всего. Это ничего, что только что рассекла себе пол пальца. Но я, конечно же, волнуюсь, что там будет какое-то воспаление. Я не знаю, там эти швы будут расходиться, еще чего-нибудь. Ну, короче, сами понимаете. Поэтому я, в общем, иду по научному пути, и лучше знаю, что мне надо. Поэтому хирург мой посмотрел на меня злым взглядом, и сказал, знаешь что, как бы, я сказала, знаю. И так мы оба молча посидели. И пошли в ЗАГС. И пошли в ЗАГС. Вот такая вот развлекательная история от матери. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон» 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 Так, а мы тут отжали самокат Все вот эти игры Песочницы надоели Поэтому мы будем тренироваться кататься на самокате Да, котенок? Ну-ось Давай правильно встанем Рэм Иди с этой стороны Давай, вставай Ножкой И-вот давай второй Отталкивайся. Давай Ну вот Потихонечку давай Нет? Ну короче, вот так у нас Один толчок и обратно Пока мы еще не освоили правильную езду на самокате пока просто толкаемся но я думаю что к следующему лету мы на него и встанем пока у нас будет малышковый велик на этот год вот часто у меня спрашиваете в комментариях чтобы я снимала площадку и где мы играем так пойдем давай в закон оба давай иди но я тут на самом деле очень редко снимаю практически не снимаю только если для stories все потому что все таки здесь и другие детки и мамы и ну и как бы нужно быть аккуратным чтобы не нарушать ничего личное пространство и в общем в камеру понятное дело что никто попадать них не хочет да и в целом несмотря на то что нас тут так много пока еще никто не запалил что я ютубер и в общем мы как-то так профессионально скрываемся и слава богу что и никто не знает потому что так спокойней вот ну и в целом тут можно играть и ни о чем не переживать поэтому собственно я и тут не снимаю да вот мы тут еще совсем чуть-чуть поиграем и пойдем уже домой потому что нам пора и не ешь куст нам пора уже спать да поедим и пойдем с патушки дома уже расскажу вам как у нас прошел осмотр педиатра в целом то все отлично все хорошо справки кое-какие получили кое-какие еще надо получать ну и короче канитель бумажная это всегда занимает много времени самокатик мы туда покатим с тобой котенок и уже пойдем домой потому что мать уже что-то под замерзла а тебе пора спать есть ну давай камень катай молодец а мы в океи человеку взяли подставку сразу взяли высокую чтобы он мог стоять и вот так вот удобненько мыть свои руки так это но не ешь ничего ты с ним там делаешь так а у меня тут посылочки от озона приходит все приходит это называется мы готовимся ко дню рождения рама я тут заказала шары и прочий декор сейчас через минутку будем разбирать и вам показывать тем временем этот красавец у меня смотрит мультик что сказал наш доктор у ребенка со здоровьем все вообще прекрасно померили пульс посмотрели анализы как обычно придраться даже негде и слава тебе господи я вот прям благодарна рада и безумно счастлива что со здоровьем у нас все в порядке и ребенок прям вообще молодец молодец назначили нам только больше дозу витамина d то есть от 1000 на полтора и собственно все остальное только занятия получили справки также в бассейн то есть нас есть допуск все анализы чистые поэтому мы можем спокойно также отправляться плавать и занятия спортом ну это мы уже и так планировали так что в скором будущем я надеюсь сниму также выпуск того как мы занимаемся и как мы отправляемся в бассейн во всем остальном как я уже говорила нам только нужно получить всякие разные справки это уже касается детского сада его с этим у нас проблема просто потому что мы как бы основной наш педиатр и в основном мы наблюдаемся в риге где считается наше основное место жительства ну и следовательно тут все это синхронизировать это отдельная история в общем я думаю что нет смысла об этом говорить те кто живут в санкт-петербурге в россии вы прекрасно знаете что значит оформить ребенка в сад это конечно целая процедура и очень много всего поэтому будем этим заниматься потихоньку время у нас еще есть и надеюсь что успешно это дело завершим так что у нас тут еще была вы чинами и ребенку купила несколько вещей на более теплую погоду купила ему кепку вот такой вот будет у нас мистер микки маус эй хулиган куда ты убежал дай кепку померить давай вот смотри какой ты классный в кепке в общем такая кепка у нас будет с микки маусом и потом я взяла две одинаковые панамки на лето эти мне просто понравились по своему качеству материал плотный хороший в общем смотрится они тоже хорошо в общем такие у нас панамки на лето взяла две просто потому что в прошлый прошлом году рэм удачно их терял швырял в бассейн и в общем постоянно что-то с ними происходило и запасная панамка я поняла что должна быть обязательно вот поэтому у нас сейчас их две ты очень симпатичный я тебе могу сказать особенно вот эта ножка твоя очень очень симпатично так еще взяла упаковку носков носков в доме никогда не бывает много да скажи я вот этот раз решила сделать декор сама не заказывать шары и прочее и заказала все это дело на озоне а посередине еще игрушка ребенку ванну для купания здесь у нас такой вот слоник не знаю там какая-то личика наверно что-то можно с ним делать в общем сейчас быстро посерединке разбираемся с слоном я заказала 500 миллионов шариков и решила их сама надуть у нас есть баллон с гелием шарики у нас будут в серой серебряной белой гамме значит здесь у меня есть упаковка таких вот серебряных перламутровых шаров потом ленты которые мне понадобятся я думаю что я не буду делать фонтаны а свободно оставлю эти шары на ленточках просто они будут висеть под потолком здесь у меня белые шары но как-то эти шары не напоминают белые они напоминают больше латексные перчатки какой-то цвет у них такой не очень здесь еще серебряные перламутровые потом упаковка вот таких шаров еще серебряные потом здесь циферка 2 серебряного цвета и еще одна упаковка вот такого вот набора серебряных шариков сердечки звездочки и обычные шары в общей сложности здесь у меня получилось приблизительно 60 шариков буду смотреть сколько мне реально для комнаты понадобится сколько я надую но в общем и в целом я думаю здесь хороший запас в случае если какой-то из шаров лопнет и достаточное количество для того чтобы все это дело смотрелось красиво главное чтобы хватило гелия в нашем баллоне и здесь еще я забыла что я заказала также вот такие вот цифры для игры в ванной то есть это циферки для купания которые можно лепить на стену или край ванны будут у тебя такие вот циферки веселые смотри как классно в общем используем и наше время ванне для купания также полезно чтобы изучать алфавит цифры на озоне также заказала от компании жирафик называется у них классный очень набор транспорта есть это транспорт там с зверушками то есть каждый вид транспорта имеет также своего водителя сейчас покажу вот подружки смотрите вот здесь у нас есть вот такие вот транспорты виды разные то есть ракета вот самолетик и также комплекте можно зверюшку использовать в качестве водителя потом полицейская машинка лодочка и так далее и еще кто спрашивал вот про эти классные буквы алфавит английский этот комплект из фикс прайса то есть он там есть на английском помимо английского есть и другие то есть тоже у нас транспорт был потом какие-то там с детками которые там развлекаются на пляже и так далее в общем фикс прайс озон wildberries вот такие вот штуки можно покупать их огромное количество из них можно выбрать но пока вот эти наши самые любимые вот этот набор с транспортом я прямо ценил и рэму тоже очень очень нравится и здорово что он может менять зверушек которые могут кататься на разном транспорте ну вот подружки тут у нас вот такая вот ситуация буду укладывать малыша спать разбираться со всей этой красотой это тоже нужно все убрать чтобы ребенок в общем не фиксировал свое внимание что у нас еще осталось по дню рождения значит я заказала торт торт я надеюсь у нас будет безумно красивый я уже второй год предпринимала попытки заказать торт в кондитерской twins cake по-моему так она правильно называется и в этом году успех я его заказала у нас будет классический чизкейк нью-йорк с нотками цедры лимона клубничным конфи и декор из велюра то есть у них есть специальная такая отделка декор велюр там будут ягоды сверху очень красивая надпись рэм 2 ну и собственно надеюсь что этот торт в жизни будет просто просто волшебным значит у нас будет торт потом как я уже сказала сделаю декор из шаров в качестве подарка у нас будут два таких больших подарка для рэма мы конечно с одной стороны психанули купили ему огромную машину которая не по возрасту но вот прям не смогли сдержаться купили ему грушечную машину которая на дистанционном пульте управления и в общем просто огромное не знаю пульт дадим сейчас или нет в целом вот будет у него такая большая большая машина машины он очень любит поэтому я думаю что это будет хорошим подарком и второй это малышковый велосипед его мы поедем забирать также по моему сегодня или завтра то что времени не так много осталось и собственно будем это все упаковывать чтобы это красиво выглядело ну и как-то так больше с подарками в этом году как бы решили мы не форсировать да и самим празднованием пригласим вечером после дневного сна друзей рэма бабушка приедет ну и наверное все я думаю во первых условиях пандемии ну и конечно же в предвкушении наших всех больших перемен семейных этого будет абсолютно достаточно будет такое лаконичное у нас празднование дни рождения больше мы акцент делаем на том чтобы создать воспоминания об этом празднике то есть у нас специальная фотосессия я буду печатать красивую книгу с нашими фотографиями их вы также увидите в нашем выпуске там мы с рэмом фотографировались вдвоем как-то мне очень-очень захотелось сделать безумно красивую вот такой вот этой отдельную фотосессию мою только с ним ну в общем это все вы увидите это все наша подготовка ко дню рождения стремительно которая приближается и в общем я уже начинаю как-то так и включать небольшую панику потому что мне кажется времени совсем не осталось а сделать нужно очень очень много но я уверена что все будет в порядке да котенок на сегодня все говорю вам пока буду отправлять этого красавца спать мы еще перекусим быстро до сна и отправимся отдыхать а там уже после сна наверное при этом наши друзья поедем забирать наши подарки все подруги на этом мы с вами прощаемся желаем вам доброго дня и увидимся с вами в следующем видеоролике пока и милочка ими скажи пока пока подружки и милочка